До начала Великой Отечественной войны в нашем городе жили 127 тысяч человек. После освобождения всего 5 тысяч. Севастопольцев, мирных жителей убивали нацисты. Их сгоняли в концлагеря, травили газом. Прятавшихся в бомбоубежищах, женщин и детей забрасывали гранатами. Немецкое командование не только не запрещало, а наоборот поощряло эти действия. Выставка «Советский Нюрнберг» рассказывает о судах над преступниками в 21-м городе Советского Союза. Один из них прошел в 1947 году в нашем городе. В этом здании Дома офицеров проходил один из самых известных, открытых военных трибуналов над нацистами, которые только в Севастополе и Крыму уничтожили мирных граждан, несколько десятков тысяч. Некоторые сомневаются, стоит ли эту выставку показывать детям. Я убежден, что надо. Здесь железные кресты, погоны, жетоны, когда-то принадлежавшие немцам. Инсталляция с историческими памятниками, распиленными перед отправкой в Германию. Фотографии зверств нацистов. Многие документы демонстрируются впервые. В них немцы открыто признаются, что не воспринимали нас как людей и поэтому уничтожали. Этих солдат судили не как военных, исполняющих приказы. Их судили как простых бандитов. И они были осуждены как убийцы и бандиты, как люди, совершившие уголовные преступления. Центром, центральной фигурой был генерал Йенеке, который лично отдавал приказы даже на применение химического оружия против мирных людей, которые прятались, например, в каменоломнях и не хотели выходить оттуда в концлагеря. В центре выставки инсталляция, посвященная казни фашистов на площади Калинина в Киеве, которая теперь называется Майданной Залежности. Рядом фотографии новейшей истории. Палатки неонацистов, совершивших переворот в Киеве два года назад. Парады в честь дивизии СС Галичина во Львове. На фотографиях, которые здесь, здесь истинная правда о том, что такое фашизм. Очень важно, чтобы сегодня, тогда, когда в начале 21 века у нас для некоторых людей и в соседней с нами Украине, к сожалению, идеи национал-социализма получили новый какой-то оттенок и стали даже популярны. Правда о фашизме, о войне Великой Отечественной, Второй мировой звучала громко. И чтобы наши дети знали об этом. Сам процесс миром, и вот та история, которая есть, и которая сегодня здесь на выставке показывает те документы, это возмездие над теми преступниками, которые совершали преступления против человечества. Выставка проводится Российским военно-историческим обществом и Российским историческим обществом. На протяжении месяца она открыта для осмотра в Доме офицеров флота. Вход бесплатный. Российское военно-историческое общество планирует установить на Доме офицеров памятную табличку о Севастопольском процессе 1947 года.